добрый день коллеги я тоже рада видеть всех после такого долгого перерыва и я вернулась вам со своими традиционными темами с презентациями но сегодня посмотрим на них немного с другой стороны что нам сейчас могут дать нейросети это модно популярно это в тренде но всегда вызывает вопросы а действительно ли она стоит того действительно ли а то что предлагает нам различные сервисы поможет мне в работе ускорит ее а не наоборот ее замерить потому что на практике я часто вижу как попытка сделать что-то в нейросетях отнимает еще больше времени чем та же самая работа но выполняемая по старинке поэтому давайте начнем с простого вопроса сколько у вас времени уходит на создание одной презентации одной вашей средней презентации так например для моего обычного вебинара нужно примерно на час 40 60 слайдов и вот этот объем самого начала с идеи с текста со структуры у меня занимает примерно ну два три часа чистого времени а у вас так тоже вижу варианты три часа отлично а это на сколько слайдов значит примерно у нас средняя действительно а часа три иногда нужно работать не над одной презентацией а сразу делать пакетом например готовить в курсе это намного проще сделать сразу набор презентации в едином стиле чем готовить их по одиночке поэтому сразу встает вопрос а а все вот эти вот рекламируемые модные сервисы ускорят сможем ли мы сделать презентацию с нуля быстрее чем за три часа да я согласна что не всегда есть возможность оценить но давайте действительно возьмем три часа как средняя посмотрим какие сервисы есть это первая половина вебинара я покажу вам несколько сайтов расскажу об их возможностях о достоинствах недостатках и что немаловажно о стоимости работы в них а во второй половине вебинара я покажу как я сама создаю презентации причем на практическом примере один из наиболее простых способов который как раз не потребует подключения какого-то дополнительного сервиса ну что ж а что могут сделать нейросети вот когда мы смотрим рекламу сервисов которые делают презентации мы можем выделить несколько основных пунктов они пишут текст для слайда обычно мы загружаем в них тему говорим сделай нам презентацию о разведении страуса в средней полосе россии да и после этого сервис генерирует текст структуру сначала текст а затем разбивает его по слайдам во вторых все эти сервисы работают с иллюстрациями некоторые из них просто подбирают подходящие картинки фотобанке по ключе каким-то ключевым словам а другие сразу эти картинки генерируют также что немаловажно нейросети могут подобрать дизайн и выбрать для слайда шаблон некоторые выбирают из достаточно большой базы другие нейросети предлагают типовые варианты которые затем придется править ну я добавила бы сюда еще такой немаловажный пункт что некоторые сервисы позволяют это уже не сами нейросети это уже сервисы они позволяют скачать презентацию в редактированном формате чтобы вы потом могли навести в ней порядок красоту и добавить все то что считаете нужно важно отличать что сервис и нейросеть это у нас не слова синонимы сервис называется одним образом к нему подключено несколько нейросетей так текст часто пишет чат же 5.4 омни мини а картинки может генерировать флюкс доли миджорник крайне редкий вариант стейбл дифьюжн и так далее по сути сервис собирает различные доступные ему нейросети и предоставляет их вам в режиме одного окна и именно за это он взимает с вас определенную плату например один из популярных сервисов это том в презентации вы можете скачать по ссылке а сейчас вы можете открыть этот сервис через qr-код для того чтобы сделать презентацию в сервисе то нужно ввести тему после этого посмотреть на структуру которую предлагает сам сервис увидеть уже на слайдах готовые тексты и иллюстрации а затем отредактировать причем том позволяет отредактировать и текст то есть переписать его попросить сделать его более формальным или наоборот более разговорным уточнить какие-то термины и моменты и точно также позволяет редактировать еще и дизайн в принципе это один из самых типовых сервисов вот так будет выглядеть окно создания презентации вы выбираете что нужно именно презентация вы вводите тему посмотрите что дополнительных настроек здесь нет только сама по себе тема а после этого вы получаете набор вот плюс-минус таких слайдов дизайн у них достаточно одинаковый но его можно затем редактировать например сгенерированные картинки переделывать для этого есть различные стили сразу что мы можем оценить сразу скажу что структура очень стандартно очень шаблонно обычно сервисы по генерации презентации работают в пределах 10-12 слайдов не знаю как вам а для меня это вот прям откровенно недостаточно для того чтобы сделать что-то хорошее что-то качественное картинки генерируются тоже не самым лучшим образом то он не подбирает их а именно генерирует и как видите у него не самая мощная нейросеть стоит для создания картинок таким образом если мы попробовали сервис если мы оценили мы можем выделить и плюсы и минусы так я буду делать для каждого примера том работает на русском это отлично он достаточно простой и понятный и в него можно не просто сделать презентацию а можно загрузить какой-то документ и этот документ разобьется на слайды и сверстается в виде презентации вот с моей точки зрения презентации преподавателя скорее всего делаются на основе документа мы можем ввести какую-то нужную тему ну например я могу ввести тему как делать макеты слайдов но в ответ от нейросети я получу только самые общие слова которые вряд ли научат чему-то меня и вряд ли научат чему-то вас но если у меня будет сразу какой-то готовый документ где я уже расписала свои мысли подумала над примерами привела какие-то кейсы то этот документ переложится во вполне себе неплохую презентацию к минусам тома мы можем отнести однообразные макеты плохую генерацию изображений а также то что сервис абсолютно платный у него в принципе нет бесплатного аккаунта а значит сложно оценить сложно попробовать на практике подойдет он вам или не подойдет и это тоже проблема которой грешат многие сервисы нет возможности примерить их на себя даже если предлагается какой-то триал до ограниченный бесплатный период там вам будет предложено три ну четыре ну пять презентации разве этого достаточно для того чтобы понять экономит вам время сервис или нет мне кажется что не очень посмотрим на другой это уже не сервис то есть не работает на отдельном сайте это плагин для google презентации он называется magic слайд у него есть страничка сайта и можно добавить сразу в документы google для того чтобы вызывать его прямо из окна презентации у вас появляется дополнительное окно куда вы можете точно также ввести тему и загрузить все необходимые материалы то есть в этом случае вы можете сразу прикрепить нужный вам файл еще при на моменте указывания темы потом вы выбираете дизайн и только после этого начинается генерация текст генерируется а вот иллюстрации подбираются из фотобанка если не ошибаюсь там используется фотобанк фрипик вот так будет выглядеть окно сам magic слайд обратите внимание на правый верхний угол здесь указано количество кредитов 5 один кредит это одна презентация это еще один момент в котором сложно сам поначалу разобраться когда вы имеете дело с нейросетями мы знаем что они работают не бесплатно они задействуют ресурсы своих серверов и это очень большая нагрузка поэтому за генерацию снимается какая-то плата вообще сами нейросети используют токены для того чтобы понять сколько стоит генерация а вот сервисы сверху этих токенов рисуют свою платежную систему и называют свою внутреннюю валюту вот как просто взбредет голову энергия нейро кредиты вы можете встретить десятки совершенно разных названий а раз нет унификации то и нет понимания того что вы можете сделать за один кредит или за один такет или там за 10 красок как у российских нейросетей поэтому каждый раз нам нужен переводчик который бы из вот этого финансового языка перевел бы на понятный вот у magic slides один кредит равен одной презентации и это наверное одна из самых простых и понятных систем и так вот у вас есть окно вы задаете тему можете описать ее в 2500 символов это учитывая пробелы и загрузить сюда файл картинку если вы работаете например с какой-то сложной схемой и инфографика и от нее отталкиваетесь pdf документ но я не рекомендую потому что pdf ки весит много и у вас меньше информации поместится лучший выбор это загрузить документ формате docx и после этого вы нажимаете черную кнопку создать файл powerpoint вы получите примерно вот такой результат дальше его можно будет обработать уже в саму в самой google слайдах 10 слайдов это максимум с которым он работает дизайн уже сразу задан и пункты идут по темам сразу смотрим минус да мы вводили тему на русском языке а этот плагин отвечает нам на английском и действительно это один из основных минусов хотя формально он умеет работать с русским языком но на русском языке он зависает и не выдает годный контент иногда прорывается что-то иногда что-то срабатывает но нет гарантии что вы получите именно на русском языке свой результат с другой стороны у нас есть переводчики у нас есть какие-то другие инструменты и если вас не смущает английский язык вы можете попробовать тем более вот здесь как раз три презентации в месяц бесплатно а значит вот таким вот образом обновляя лимит вы можете спокойно создавать что-то новое а три презентации в месяц там был я говорила что лимит 5 еще два у вас уйдут на то чтобы изменить перегенерировать те моменты которые вас не устраивают еще один минус это то что иллюстрации которые подбирают из фотобанка magic slides не точные он ориентируется на какие-то свои внутренние представления и довольно часто попадает мимо дизайн стандартность вот все то что есть google слайдах а вы знаете что там количество вариантов очень и очень ограничено ну и есть ограничения и на длину текста на слайде и на число самих слайдов я не могу сказать что ограничение на длину текста на слайде это плохо я всегда говорю вот на курсе на вебинарах то что не должно быть на слайде слишком много текста но иногда вот эти ограничения даже на мой взгляд кажутся слишком жесткими например если нужно сделать не просто тезис да не просто определение какого-то термина а например сравнить что-то показать какие-то основные черты в нескольких карточках тогда лимита символов откровенно не хватает но зато этот сервис предлагает достаточно удобный бесплатный тариф то есть это нет реал у вас будут ежемесячно обновляться презентации а и даже если вас сейчас смутил английский язык обратите внимание на то что написано в левой колонке бесплатного тарифа это единственный известный мне сервис который на бесплатном тарифе может видеофайл с youtube а превратить в презентацию может прямо превратить pdf файл разложить его на слайды документ разложить на слайды и вы можете получить хороший контент не только из своего текста ну вот мне кажется из youtube видео это очень очень хорошая возможность например вы записали какую-то свою лекцию а затем из нее получили наоборот презентацию бывает и такая необходимость иногда следующий сервис у всех на слуху на него очень много обзоров очень много информации о нем его все сильно сильно хвалят и это сервис гамма как видите порядок работы такой же только после темы презентации гамма предложит вам согласовать структуру и дизайн это очень важный шаг потому что часто сервисы начинают генерацию не спросив вашего мнения а действительно ли вас устраивает такая структура а действительно ли в достаточной мере раскрыта тема или нужно углубиться в какие-то подробности у гаммы есть этот промежуточный этап и вы можете структуру подправить прямо на нем после этого будет сгенерирован текст и подобраны иллюстрации из фотобанка ну и наконец результаты вы можете отредактировать вот так будет выглядеть интерфейс большой плюс то что на русском языке и здесь все понятнее вы пишете подсказку то есть prompt текст тему задаете через какой-то короткий текст сверху указываете сразу обратите внимание язык нужно указать таким образом вы можете подсказку написать например на английском языке а указать русский иногда это полезно потому что на английском языке у вас а подсказка будет более подробный больше символов просто-напросто войдет и здесь же вы выбираете количество слайдов здесь стандартный выпадающий список 5 10 12 слайдов будет создана дальше как вы видите получается контур так некрасиво передину слова структура пять пунктов предложено вы можете добавить сюда еще дополнительные или отредактировать как видите стоит курсор в первом пункте и вы можете изменить что-то почему это здорово потому что часто лимит слайдов уходит на титульный слайд и на финальный слайд но мы их вполне спокойно можем сделать потом и самостоятельно и я бы например в данном случае убрала бы введение и оставила только самое важное содержание в том где не нужна помощь ну и дальше вы нажимаете снизу кнопку продолжить а как видите на этой кнопке написано 40 кредитов а в левом нижнем углу указано что у вас есть 400 кредитов условно говоря вы можете за 8 токенов сгенерировать один слайд вот так выглядит интерфейс редактора слева структура ее можно посмотреть списком ее можно посмотреть превьюшками дальше идет сам слайд открытый его можно отредактировать если вы выделите текст вы увидите на слайде кое-где показаны кнопки звездочек это тоже нейросеть которая перепишет текст так как вам нужно картинки подобраны как видите они всегда не всегда стоят удачно макеты достаточно разнообразны ну а на правой панели инструмента вы можете добавлять необходимый контент таким образом в гамме нейросеть дает вам а только основу а дальше вы можете накручивать презентацию так как вы считаете нужным это было бы достаточно удобно если бы не некоторые моменты отрицательной точки зрения ссылочки на сервисы вот здесь видите каждый сервис подчеркнут когда вы скачаете презентацию из материала вебинара вот на эти подчеркнутые слова в них зашиты ссылки вы кликните и сразу перейдете на нужные сайты так с отрицательной точки зрения вот это ограничение 10 слайдов это максимум это структура слайдов мне кажется что гамма верстает информацию то есть располагает ее на слайдах скорее как лангрид то есть как веб страницы чем как слайды потому что вот есть же некоторые нюансы когда вы мышкой прокручиваете что-то на экране а информация располагается одним образом мы смотрим в другое место экрана мы по-другому переводим взгляд с элемента на элемент то есть у нас по-другому двигаются глаза другие паттерны внимания работы а вот когда мы идем на вебинаре или когда тем более мы ведем презентацию офлайн там есть множество своих хитростей и советов неактивной зоны если презентация а в офлайне то основной контент располагаем пониже если в онлайне повыше и вот это все гамма к сожалению не учитывает зато она умеет экспортировать готовую презентацию формат powerpoint согласитесь это очень и очень удобно как и в большинстве сервисов платные тарифы и вот здесь вот бесплатный режим он невозобновляемый по сути этот реал после того как вы исчерпаете свои первые 400 кредитов вы возобновить их не сможете и дальше нужно будет переходить уже на какой-то платный тариф возможно вы сейчас посмотрите на цены посмотрите на возможности гаммы и решите что вам этот вариант подходит в принципе вот цена 8 9 долларов ежемесячно это средняя по стоимости вот таких вот нейросервисов и возможно если вы не пользуетесь другими нейросетями если вы делаете большое количество презентации это покажется вам оправданным я рекомендую обратить внимание вот именно на вот этот вот слайд на то что у гаммы есть полноценный функционал добавления слайдов то есть даже без искусственного интеллекта вы можете здесь что-то создавать и вы можете сюда подключать еще своих коллег для того чтобы работать над презентациями совместно теперь сервис который я считаю вот из моей подборки самым самым он максимально минималистичен ничего лишнего никаких вот интересных функций да как говорят killer фич ничего такого нет только презентации только слайды все строго и по делу меня это честно говоря подкупает вы вначале вы даете тему и настройки презентации я сейчас покажу какие они бывают дальше вам преза генерирует текст и иллюстрации используя некоторые нейросети а после этого у вас точно так же как и в гамме открывается окно редактирование но в нем будет меньше функций чем гамме вот так выглядит окно создания презентации здесь нужно зарегистрироваться для того чтобы получить возможность генерации вы пишете точно так же запрос вот это окно вот для ввода текста там поместится достаточно большое количество символов вы можете описать подробно дальше вы в панели настроек выставляете точно так же язык чтобы она генерировала вам на русском это удобно вы можете сразу настроить стиль картинок какие картинки будут генерироваться киберпанк реалистичные абстрактные то есть сразу подобрать по необходимому стилю сразу указать тон текста и даже описать аудиторию в других сервисах если вы хотите указать аудиторию это нужно делать в окне самой подсказки в окне самой темы то есть тратить драгоценное количество символов а вот здесь в пресса прямо есть отдельное окошко чтобы указать моя аудитория там третьи классники они веселые активны но не усидчивы презентация должна быть яркой моя аудитория это серьезные профессионалы они значит предпочитают серьезный тон глубокое изучение материала и так далее а еще в левом нижнем углу подсказка вот этого ввода промпта ввода темы есть кнопка файл и вы тоже можете загрузить заранее подготовленный документ вот так будет выглядеть окно редактора посмотрите что пресса сразу раскидал достаточно разнообразные макеты все картинки в них сгенерированы панель инструментов находится справа вы здесь можете поменять дизайн то есть те же шрифты базовый цвет изменить вы можете плюсиком добавить какой-то контент вы можете переписать тексты но самое классное это то что вы можете изменить макет и для этого вам ничего не нужно кроме мышки вы просто мышкой перетаскиваете блоки и они сразу притягиваются к определенным местам хотите три карточки в три колонки пожалуйста хотите чтобы был заголовок внизу страницы просто перетаскивайте его вниз и все легко и быстро встает на свои места вот с точки зрения работы с дизайном работы с макетами при за конечно великолепен так предполагаете что до презентации делали сами или нет нет это точно такая же автоматическая генерация и даже макета пока не трогала это вот скрешется самого самого первого результата а при за хорошо работать с русским языком а ну он злоупотребляет эмоджи там даже есть в настройках каждого текста отдельная секция куда вставляется какой-то эмоджи иногда приходится проходить и их удалять это не очень удобно готовый результат можно скачать только в виде pdf файла то есть уже на своем компьютере отредактировать его не получится зато преза бесплатный видите у меня даже нет слайдика с ценами я его честно долго искала но платные тарифы они предлагают только для командной работы когда вам нужно совместно работать над презентациями все остальное бесплатно возможно если вы начнете искать информацию по этому сервису вы увидите большое количество статей в которых написано что преза дает только пять первых презентаций сделать бесплатно эта информация уже устарела сейчас сервис полностью открыт для пользователей и еще один бесплатный сервис он мне понравился не так сильно но тем не менее возможности у него хороши это випик причем он работает не только с презентациями по сути это аналог канвы он может делать и дизайны для соц сетей и презентации и какие-то документы и простенькие наброски для веб-сайтов и все это может делать с помощью тоже встроенных нейросетей как видите тоже процесс простой выбираете тему и шаблон генерируется текст и иллюстрации а затем вы точно так же редактируете результат вот таким вот образом выглядит окно слева панель инструментов для того чтобы нейросеть вам сделала презентацию нужно выбрать соответствующую вкладку помечена AI presentation дальше вы вводите тему тон то есть точно так же в каком стиле должен быть написан текст количество слайдов обязательно указывайте русский язык и вот из списка ниже вы выбираете готовый шаблон после этого автоматически создается определенное количество слайдов здесь документ загрузить нельзя вам придется положиться на то что сгенерирует нейросеть вот так может выглядеть результат мне кажется здесь с точки зрения генерации картинок в принципе неплохо да преобразовать можно через i love pdf очень хороший сервис но все таки знаете я немножко избалована конвой да и предпочитаю чтобы скачивалось напрямую в powerpoint не теряя каких-то элементов дизайна иногда все таки вот при двойных конвертациях оно немножко портится так нужно ли нужен ли vpn для работы с вот этими сервисами знаете вот в текущей обстановке я честно говоря боюсь говорить нужен или не нужен потому что у нас сейчас меняется буквально ежедневно но вы давайте по бесплатным на текущий момент а випик работает без vpn презу работает тоже без vpn но гарантировать ничего не могу во всех сервисах да нужно регистрироваться в обязательном порядке так вот таким вот образом будет выглядеть редактор и как видите здесь большое количество элементов я нельзя сказал что он похож на канву но вы можете свободно изменять слайды то есть в этом случае вам нейросеть тоже только дает какую-то основу с которой вы можете работать в дальнейшем из минусов очень мало стилей шаблона и скачивание точно так же в pdf но вот в отличие от преза здесь больше возможностей для создания новых слайдов и здесь кажется что скачивание в pdf уже не будет являться какой-то проблемой вот пять сервисов некоторые из них очень популярны некоторые из них не так на слуху но каждый из них дает вам доступ к какой-то нейросети или набору нейросетей для того чтобы создать презентации и все было бы хорошо в том случае если бы мы думали про презентацию как просто как продукт который мы хотим получить то есть если бы презентация была равна набору слайдов но если мы будем думать о презентации как о процессе то мы сразу увидим что сервисы делают только часть и на самом деле очень малую часть это скриншот работы над презентациями из курса который начнется 5 октября весь процесс я делю на 7 основных частей начиная с анализа аудитории дальше через работу со структурой здесь достаточно много времени этому уделяется и после выступления добавляю еще и этап возвращения на предыдущие какие-то шаги презентация может быть использована повторно возможно вы проводите какие-то курсы занятия вебинары регулярно возможно вы хотите взять слайды и использовать их на каком-то другом выступлении поэтому вот этот момент возвращения тоже встроен в процесс работы над презентациями и вот если вы обратите внимание на пятый шаг раскадровка и верстка сверху над ним подписано что powerpoint включается на этом этапе то есть любой сервис любая программа для создания презентации будет появляться только на пятом шаге практически уже в конце работы а до этого есть и анализ аудитории и выбор фокуса презентации работа с иерархической монтажной структурой и все это нам с вами сервисы не дают они действуют так как будто предыдущих шагов нет и мне кажется что это не самый правильный подход мы видим сейчас то что нейросети могут сделать это повтор слайда из начала вебинара текст иллюстрации шаблоны макеты где-то даже дизайн но должны они делать вот это не генерировать текст потому что знаете даже от самой продвинутой нейросети добиться именно такого текста который вам нужен это не самая простая задача все равно очень много приходится редактировать уточнять дописывать буквально каждое слово верифицировать каждый факт несколько раз проверять а сервисы для создания презентации жестко лимитируют количество токенов количество попыток которые у нас есть нейросети должны создавать структуру учитывая достаточно большое количество параметров вы разве видели в каком-то из скриншотов интересную необычную качественную структуру нет все шаблонно введение определения сравнения заключения все а ведь мы можем делать презентации с довольно сложной структурой может быть у нас есть набор каких-то кейсов может быть нам нужно показать хронологию изменения может быть нам нужно сравнить до после может быть мы вообще занимаемся старитейлингом и нам нужно рассказывать какую-то историю все это совершенно не заложено внутри ни одного из этих сервисов ну и наконец я хотела бы чтобы нейросеть очень хорошо адаптировалась и к аудитории вот у меня студенты или у меня старшеклассники и к платформе я сейчас на мтс-линк буду вести или я хочу провести презентацию в зуме и под вот выбранную платформу я хотела бы чтобы дизайн хотя бы немного но адаптировался ну вот элементарно да почему такая разница ну вот например если я веду в зуме у меня может быть там включены автоматические субтитры а это значит что нужно текст от нижнего края слайда приподнять чтобы оставить место для субтитров мелочь мелочь но ведь может плюс к нашему времени занять еще сколько-то десятков минут на то чтобы все слайды аккуратно подправить вот если бы это создавалось автоматически было бы конечно здорово но плохая да новость то что нейросети не делают то что они должны сервисы не делают этого в принципе а вот если мы посмотрим на сами чисто нейросетевые сервисы то мы увидим что хотя бы что-то из этого мы можем получить например я часто работаю над презентациями вот с чат gpt и в принципе после некоторого количества разговоров после некоторого количества попыток я могу получить достаточно грамотную структуру с какими-то вариантами содержания слайдов я пишу почки запросы уточняю исправляю что-то и могу получить какой-то контент в том числе могу получить содержание слайдов из уже готового документа если буду вручную разбивать я потрачу на это больше времени таким образом в идеальном мире который нам пока чуть недоступен но я надеюсь что все мы к нему все ближе и ближе процесс работы над презентацией с использованием нейросетей должен делиться на три части первое это сбор самой информации для слайда поскольку сервисы в основном просят ввести тему а этого недостаточно хотелось бы иметь возможность давать нейросети контекст это может быть файл это может быть большой кусок информации это могут быть мысли это может быть описание аудитории чем больше контекста мы можем загрузить в нейросеть тем более качественное содержание презентации мы по итогу получим и сбор информации всегда идет от меньшего к большему сначала напиши мне структуру презентации потом наполни мне извини проделы вы не можете сразу с первого запроса получить наполнение презентации только через несколько попыток через несколько уточнений наращивание от меньшего к большему второй шаг это составление структуры презентации то есть вот вроде мы получили какой-то текст но это еще недостаточно я предпочитаю работать в таблице то есть готовый контент от нейросети получать именно в виде таблицы можно по ней быстро пробежаться и уточнить всю необходимую информацию когда вы составляете структуру презентации вы опять же видели как предлагает структуру сервис просто как список из пунктов но я предпочитаю думать сразу макетами у нас есть вот 10 например базовых макетов слайдов тезис и картинка на фоне пустой слайд заголовок и текст и так далее 10 базовых макетов и я хотела бы чтобы нейросеть когда мне пишет контент создает материал для презентации сразу его писала по этой структуре вот здесь тезис вот здесь карточки вот здесь подпись к иллюстрации для того что мне было бы потом проще создавать сами слайды ну и мы должны получить хотя бы на 30 процентов больше необходимого условно говоря если у вас 10 слайдов вам нужно ну хотя бы слайдов 14 да еще и если в разных макетах но 30 процентов это на самом деле минимум часто работает наоборот вы попросите 9 слайдов а из них по факту вам пригодятся только 3 так что я бы например процентов на 60 делала бы контента больше и третий шаг это автоматическая верстка вот мы смотрели автоматическую верстку сейчас в сервисах на основе нейросетей но ведь автоматическую верстку можно делать и другими способами если у вас есть доступ нейросети которая хорошо работает с текстом которая может обработать документы которая может составить структуру то вы можете автоматически сгенерировать слайды и другим способом есть варианты в конве есть варианты через какие-то отдельные сервисы есть вот тот же код в powerpoint когда вы автоматически получаете болванку которые потом уже применяете необходимый вам дизайн сразу мы думаем если от макетов картинки цвета шрифты все это можно накинуть на ваши слайды потом давайте я покажу пример вот здесь дальше вы в презентации когда скачаете ее вы увидите инструкцию как что-то сделать как что-то включить а я вам сейчас покажу это через экран для начала давайте посмотрим в лицо нейросети у меня есть вот такой вот сервис он на русском языке он работает без VPN это русский агрегатор выбрана модель вот чтобы не было нашумевший чат GPT я выбрала другую нейросеть это Клод Хайку он очень и очень хорош и у меня есть некоторый текст с которым я хочу работать так сейчас я его скопирую и вставлю он достаточно большой это расшифровка одного из моих вебинаров но она не структурирована и вот в таком не очень аккуратном виде это устная разговорная речь заключу ее в скобки чтобы она выделялась и попрошу что нейросеть сделать я хотела бы чтобы она сделала небольшую презентацию превратить этот текст так нет не хочет сейчас перебьем сегодня с нами Хайку не хочет работать так никогда не знаешь что у тебя из нейросетей будет работать сегодня а что сегодня категорически работать откажется так со мной не справляется пока смотрим вопросы готовы слайды до результата неознаваемости чтобы автор оригинала не узнал что использована его работа по факту да но мы же знаем что это неэтично да в любом случае нейросеть будет некоторым образом изменять а как именно она изменит зависит от того как вы выстроите настройки не хочет всего сегодня все gpt работать так сейчас секунду немного по-другому изменю так это был сайт все gpt так сейчас я в него выйду в него заново все 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 gpt.ru это российский агрегатор он платный с ним тоже бесплатно работать конечно не получится вот но по крайней мере он сам по себе неплох так что у меня есть на замену если вам нужно посмотреть какие нейросети работают с текстами я сейчас сразу покажу потому что это не единственный вариант и есть другие бесплатные вот на сайте сделано медиа по запросу нейросеть можно найти материалы и тут есть обзор сервисов для написания текстов вот яндекс gpt гигачат и более экзотичный вот чат и ай например сам по себе вполне неплохо для того чтобы с ним работать вот но все они конечно так или иначе требуют регистрации без этого ничего не получится так ну давайте попробуем что-нибудь другое например так например а давайте попробуем что-то сделать на гигачате так поменяю вкладку так видно гигачат ага спасибо так прочитай этот текст и у гигачата размер текста не такой большой я немножко его подрежу но кстати если что в гигачат тоже можно загрузить в файл то есть если текст сильно большой чтобы его сервис обработал он в этом случае напишет что он не понимает запроса если вы вставили слишком длинный текст тогда вы сможете его через плюсик вот точно так же прикрепить вот идет примерно разбивка я сейчас не смотрю на то какое содержание я сейчас просто хочу получить структуру для того чтобы показать вам пример так теперь предположим я получила хорошую структуру которая меня вполне устраивает и я хочу преобразовать ее в какое-то автоматическое создание чтобы сделать сразу презентацию в PowerPoint вот такой код будет писать сам сервис для того чтобы автоматически вставить его в PowerPoint и получить нужный код этот код позволит автоматически сгенерировать слайды с необходимым с необходимым содержанием так какой промпт вы писали для того чтобы разбить на структуру без промптов я написала просто запрос прочитай текст и разбей его на 12 слайдов презентации с промптом я работать не стала это конечно ну больше времени бы отняло это было было бы конечно сложнее поэтому без без каких-то вот таких вот лишних деталек по простому так дальше по итогу когда мы получили вот такой код мы можем вставлять его в нашу презентацию здесь вот гигачат не очень хороший у нас с кодом тут я бы скорее яндекс.чпки бы использовала вот таким образом будет видеть код выглядеть код для создания новых слайдов затем этот код нужно будет скопировать и использовать в PowerPoint как это будет выглядеть на практике так секунду я сейчас снова переключусь так и теперь теперь переключаюсь на саму презентацию вот у меня идет совершенно абсолютно стандартная ничего из себя не представляющая базовая презентация PowerPoint то есть просто один идет какой-то базовый пустой слайд делать какой-то дизайн бессмысленно потому что при создании новой автоматической презентации весь дизайн сбросится что мы делаем дальше дальше мы открываем режим разработчика вот она вкладка разработчик если у вас если у вас ее нет то его можно включить в настройках или нажать на клавиатуре Alt F11 как именно включить в настройках показано у вас в презентации вы включаете вкладку разработчик идете вот сюда или вот сюда посмотреть код или Visual Basic включаете и у вас открывается отдельное окно так а давайте я наверное расшарю немножко по-другому вот так покажу весь экран будет не очень красиво зато поудобнее вот у вас открывается отдельное окно вот сюда вы можете можете вводить код у вас написаны уже сейчас открытые презентации в любую из них правой кнопкой мышки insert вставить новый модуль тоже это все по шагам показано в презентации так сюда вы вставляете скопированный код вот так он будет выглядеть вот на 12 слайдов достаточно большой так до конца скопировался вот и теперь вам нужно нажать вот здесь F5 или клавишу запуск и run так это у меня есть ошибка это нормально что происходит ошибка на последнем слайде у меня немножко неправильно выставил макет и автоматически раскиданы базовые слайды вот они в стандартном дизайне вот они все созданы 12 слайд не создался потому что ему задан неправильный макет а остальные 11 слайдов вот они появились теперь здесь при необходимости вы можете и дизайн у всей презентации поменять на тот который считаете нужным и вы можете перейти в режим мастер слайда и вот здесь вот в образце слайда что-то заменить например сделать так что полоса будет перекрашена логотип будет в левом углу то что заголовки все будут написаны другим шрифтом так вот сделали изменили вернулись обратно мешает вот вернулись обратно и вот все слайды дизайн поменяли то есть через мастер слайды вы потом можете все очень быстро изменить не знаю откуда слайд с помидором но все-таки из самой темы эти помидоры появились я честное слово никаких помидоров сюда не ставила так да я тоже не подумала про вба пока мне про это не рассказали нейросети и это оказалось на самом деле очень и очень просто и удобно я свернусь к презентации вот и через этот код вы быстро получаете необходимую структуру таким образом в нейросеть загрузили какие-то какой-то файл собрали информацию по нужному оптиме файл этот файл загрузили в нейросеть попросили его переструктурировать переписать разбить на слайды попросили нейросеть сделать из этих слайдов код веба открыли powerpoint ввели вот так вот в модуль запустили все и получили сразу готовую структуру презентации и в этом случае основное время вашей работы будет тратиться именно на разработку презентации на работу с контентом на дизайн уйдет времени минимум на то чтобы создать сайт и времени вообще в принципе не уйдет вы просто это сделаете кодом акцент будет на работу с аудиторией на разработку структуры на работу с макетами как я говорила на курсе я рассказываю про 10 базовых макетов их в принципе достаточно и эти макеты есть в стандартных макетах powerpoint и даже если вот так вот еще немножко научиться работать с макетами powerpoint вы можете вот прямо еще и получать в нужном макете сверстанные слайды потом подбираем необходимые шрифты это быстро делается через мастер слайд добавляем необходимые иллюстрации и сохраняем в разные форматы как это делать что делать где находятся волшебные кнопочки а где никакие кнопочки не нужны а нужен листочек и ручка все это я буду рассказывать на курсе основы учебной презентации так ну что ж надеюсь я вас немножко впечатлила немного показала может быть какой-то сервис показался для вас интересным а может быть вы выберете для себя более серьезный путь когда вы используете чистые нейросети а не какие-то сервисы и больше времени уделяете подготовке материала с моей точки зрения конечно второй вариант более оправданный сложные темы глубокие погружения адаптация к аудитории делается только человеком нейросеть является инструментом сервисы к сожалению с этим не справляются они пытаются взять слишком много наших функций на себя а мы с вами к счастью незаменимы так да презентацию можно скачать сверху вот иконка листочка загнутым уголком кликайте на него и там презентация она в формате pdf да там все ссылки активно по qr-кодам вы можете перейти на сервисы и попробовать их посмотреть а если будут какие-то вопросы вот мои контакты вы можете обращаться в любое время задавать вопросы советоваться я всегда рада подсказать и помочь ну и от вас тоже всегда получаю интересные вопросы которые помогают мне в дальнейшей разработке и вебинаров и каких-то полезных курсов да спасибо вам за теплые слова что ж давайте я передам обратно татьяне слово и она тоже скажет нам что-то доброе и теплое да 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 да